Здравствуйте! Это программа специального интервью в студии Василиса Ивашкина. 12 октября в музей-заповеднике имени Александра Сергеевича Пушкина прошла 7-я Одинцовская научно-практическая краеведческая конференция «История и современность». Подведем итоги с руководителем Одинцовского краеведческого общества Антоном Кузнецовым. Здравствуйте, Антон! Здравствуйте! Какие успехи? Как прошла конференция? Что больше всего запомнилось? Конференция прошла отличнейшим образом, на таком шикарном эмоциональном подъеме, потому что это всегда живое общение людей. И мы, в общем-то, несмотря на то, что наше мероприятие называется, там, длинное название, там, 7-я Одинцовская научно-практическая краеведческая конференция «История и современность», «История и современность» – это контекст тех исследований, которые там происходят, там, от седой древности и глубины, в прямом смысле, от геологических каких-то задач и палеонтологии, до современного бытописательства. Это сфера наших интересов. И, несмотря на такое длинное академическое название, мы, в общем-то, стараемся отходить от академического формата. Мы делаем в хорошем смысле этого слова такое шоу. Для чего? Для того, чтобы людям было интересно. Для того, чтобы люди не скучали от сухих дат и цифр. Для того, чтобы они ту информацию, которую мы знаем, что она интересна, мы знаем, что это наша родная земля, и здесь есть такое, и об этом никто не знает. А давайте об этом расскажем на широкой аудитории. И в этом наша задача. То есть, мало того, собрать всех исследователей, которые… Есть люди очень активные, есть люди, которые там горят, общаются, есть люди, которые немножко замыкаются в каком-то направлении, надо выводить, надо выводить, просить, рассказать, расшифровать, преподнести в популярной форме. Мы хотим, чтобы эти знания, они широко распространялись. Мы знаем, что это интересно. Но, опять-таки, я вот по себе помню, в школе, в академии, когда учился, на истории сидишь там, когда там Иван Грозный, чего там, даты вот эти запоминать. То есть, вот этот академизм – это хорошо, это научная такая сторона, наша сторона активистов-исследователей. И даже те научные работники, сотрудники музеев, которые выступают, мы, конечно, всегда стараемся делать это популярно. И да, это заходит, да, это работает. И у нас в аудитории, у нас всегда много зрителей, молодежи, подростков, детей. То есть, мы там ориентируемся 12+, на самом деле. Но при этом там и седовласы, товарищи тоже приходят интересующиеся, там тянут руку с заднего ряда, задают вопросы. У нас идёт живое общение. Формат, вот единое заседание, все собрались, и докладчик рассказывает о какой-то теме. У него там есть 20 минут, он излагает материал, а потом… То есть, время строго ограничено, 20 минут обязательно, регламент. Да, обязательно. И 10 минут на вопросы, то есть, общение с залом. И люди, у них уникальный шанс. Вот человек, который исследование проводил, что-то осталось непонятно. Можно какой-то каверзный вопрос задать. То есть, идёт вот эта обратная связь. Мало того, у нас идёт онлайн-трансляция, ещё там люди удалённо задают вопросы. Бывает такое. И идёт обратная связь с залом. Докладчик выбирает лучший вопрос, и этому человеку, кто задал лучший вопрос по мнению докладчика, вручается отдельный приз. То есть, ещё можно и приз получить, да? Да, вот так сказал директор музея, Рязанов Александр Михайлович, он говорит, где такие ещё конференции, где шоколадки раздают. У нас своя такая фишка, своя такая упаковка мероприятий, свои традиции. Мы на каждую конференцию, это была уже седьмая, изготавливаем корееведческий шоколад. То есть, там, обёрточка, там, фактура. В этот раз был шоколад вокзальный с изображением, там, историческим. То есть, тоже можно изучить историю, да, посмотреть на эту шоколадку. Да, соответственно, в прошлый раз был плейстоценовый с мамонтами, ну, и шутили там, что, ну, в шоколаде там бивневая крошка, ну, как, такие, значит, шутки. Вот. То есть, это интересно, забавно, и через это, как бы, люди получают информацию вполне серьёзную о истории родного края, и не всегда она весёлая. То есть, вот именно эта конференция, она была очень острая, потому что вот такая разница тем, вот какого действительно корееведения от седой старины до Великой Отечественной войны. И было два достаточно острых доклада. Один по погибшим у деревни Якшина партизанам, а второй был вообще в целом, эта тема сейчас очень остро стоит в стране, это без срока давности, такой даже проект поискового движения России. Это касается вековечной памяти жертв нацизма, жертв гражданского населения. То есть, и, как докладывал исследователь, много для нас было открытия, даже для нас, поисковиков, есть акты, всё это лежит до сих пор в архивах, ну, соответственно, после боёв специальные сотрудники опрашивали, актировали вот эти все зверства, все случаи умышленного убийства, издевательства именно по отношению к мирному населению, к тем, кто не мог никак и не сопротивлялся, просто жил в своей родной деревне, на своей земле. И вот он пришёл в рак и зверски убил, замучил. Очень острая болезненная тема, но мы считаем, это тоже надо озвучивать. И, может быть, вот на этом контрасте, когда что-то там весёлое и забавное, и что-то там историческое такое тоже неоднозначно, и тут вот такой красной нитью, даже такой красной полосой, вот эта Великая Отечественная война, на этом контрасте ты гораздо лучше понимаешь, что вся твоя окружающая действительность, все твои там исследования, вся эта череда событий исторических, и наше там мирное небо над головой, всё куплено вот этой вот кровью, и ты начинаешь переоценивать и свой взгляд там на исторический процесс, и на окружающую действительность, и это чувствуется по людям, как они это воспринимают. И на этом контрасте, ну да, очень эмоционально. Много участников хотят выступить, каким образом происходит отбор? Мы объявляем, рассылаем письма о приглашении выступить на конференции, и исследователи подают заявки. Заявок обычно больше, чем вакансий, у нас обычно 7-8 вакансий на выступления, заявок больше, и стараемся, чтобы, опять-таки, были разнообразные доклады на разную тематику, чтобы люди были разные, и к нам постепенно подтягиваются коллеги из соседних районов, теперь городских округов, с Наруфоминска проезжали, с Рузы, из Тучкова, но доклады, они тяготеют именно к Одинцовской земле. То есть, Одинцовский округ могут изучать и другие, вы примете… У нас общая тема, почему? Да очень просто, у нас общая история. У нас общая история, у нас границы вот этих кругов, районов, они часто переходили, там где-то был Звенигородский и Верейский район, сейчас там Одинцовский захватывает часть, и Звенигородский, и часть Верейского, и там теперь Наруфоминский. То есть, история общая, и вот на стыке вот этих вот колебаний исторических очень много общих тем исследований. И, мало того, у краеведов есть общие темы, ну, вообще, которые такие над структурой, они больше такие информационно-технологические. Был доклад вполне конкретный, как используя информационные технологии добиваться определенных результатов по каким-то там историческим безобразиям, как, ну, оказывать влияние общественное мнение поднимать на определенную тематику, там, неблагоустроенности, там, разрушение памятника, архитектуры, там, музея краеведческого и так далее. Ну, я так понимаю, это не просто рассказать, да, об истории, то есть, вы решаете еще какие-то проблемы насущные. Вот каким образом помогает эта конференция, может быть, сохранить памятники истории? Есть такие случаи? Ну, чтобы прям вот конкретно мы там собрались, что-то решили, и памятник сохранился, такого нет. Мы просто двигаемся все в одном направлении и делимся опытом, определенными компетенциями в достижении своих целей. То есть, человек рассказывает о своем опыте, мы можем у него что-то почерпнуть или что-то ему порекомендовать, и наоборот. Это живое общение. Но в целом, да, то есть, тенденция идет к развитию, тенденция идет к консолидации вот этого краеведческого сообщества. И Александр Михайлович Рязанов, он в своем приветственном слове именно это отметил, что, ну, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, что вообще-то такие конференции – это давняя традиция, которая на каком-то этапе пришла в упадок, а теперь она возрождается благодаря вот нам всем. А мы все – это основные двигатели, это сотрудники Одинцовского краеведческого музея, это общественная организация краеведческого общества, у которой цель и задача – популяризация историй одного края. И, собственно, наши добрые друзья – Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина, на базе которого уже третий раз проходит эта конференция. Площадка на минуточку федерального уровня, отличная, полное взаимопонимание, взаиморастворение, потому что цели и задачи у нас вот они общие. А есть дети-исследователи, дети-краеведы? Были такие заявки на доклады? Нет, заявки на доклады прямо детских пока не было, но мы над этим работаем, потому что есть активные ребята, просто далеко не всегда краевед-исследователь, он сразу готов выступать публично, выйти перед залом, на аудиторию как-то серьезно рассказать, представить свою работу. Почему? Все люди разные. Я тоже такой говорливый не всегда был. В школьные годы для меня тоже было проблемой выйти перед сверстниками или чужими людьми, боже мой, и что-то сказать им. Все это нарабатывается с опытом. И исследователи, многие исследователи, которые выступают, в том числе на этой конференции, я наблюдаю, что на предыдущем мероприятии они были слушателями. Они просто поняли, как это все происходит, что это спокойно, дружественные обстановки, не страшно, как это. Они поглядели и созрели. Вот здорово. Есть о чем рассказать, многим людям есть о чем рассказать. Истории своего родного уголка. И на определенном этапе я был поражен, сколько таких людей. Это целое такое незаметное со стороны сообщества людей, которые интересуются часто каждой своей темой, каким-то своим уголком или конкретным историческим периодом. Мало таких мастеров-универсалов. Но есть люди, живет в деревне Оксинино, занимается его историей, например. И вот так вот по кусочкам. А все это складывается в такую колоссальную мозаику. Столько у нас всего интересного оказывается. На определенном этапе самая такая бомба была, это когда выступал Лазукин Александр Викторович, начальник отдела археологии Зенегородского музея, с докладом «Одинцовские мозги. Мифы и реальность». Тоже, как можно говорить, хайповое название. Тема-то вполне серьезная и интересная. То есть, в карьерах «Одинцовских» глиняных, которые зарабатывались для кирпичных заводов, были найдены остатки плеистоценовой фауны, кусочки мамонтов и бизонов. И кремниевая конкреция, которая по внешнему виду напоминала мозг человеческий. То есть, прецедентов нахождения окаменевшего мозга вообще их нет. А здесь лучшие умы на тот момент, довоенный период, там его пилили, исследовали и никак не могли понять, действительно, окаменевший мозг или игра природы. Сейчас этот артефакт, не артефакт, артефакт – это то, что создано руками человека. Данный загадочный объект находится в музее истории города Москвы. И у нас есть в музее Одинцовском фотографии, как наш основатель музея Пузатиков, значит, он с этим артефактом, с этим объектом загадочным стоит там на фотографиях с другими исследователями. Ну вот, такая штука. Чем не символ, да, Одинцовские мозги? Ну да, очень интересно. В принципе, хайповые новости, так скажем, в принципе, в истории тоже полезны, чтобы привлечь внимание. А как можно, может, совет дадите начинающим краеведам? Вот действительно, вы сказали, что где живешь, и столько всего интересного, и можно начать свое собственное расследование, исследование до своей земли. С чего начинать? Ну, если ты живешь в Одинцово, начать лучше с прогулки по Одинцовскому парку культуры, спорта и отдыха. Вот, там такое раздолье для исследований, там, начиная с того, что ты наблюдаешь древние геологические ландшафты, которые образовались в ледниковый период, ты наблюдаешь там древние водотоки, в которых русло современных речушек и оврагов, ты там наблюдаешь геологические обнажения, оттуда вываливаются, значит, окаменевшие остатки фауны, там можно мамонта найти. На каком-то этапе, там, в одном из оврагов Одинцовских краеведы нашли зуб мамонта и кусочек бивня. Вот, там, если кто знает, за кафе овраг там. То есть, обращать внимание на мелочи. Да, 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 ну и потом, собственно, вот эта территория, которую парк сохранил на данный момент, вот территория леса, бассейн реки Самынка, там находится уникальнейшее в Подмосковье сосредоточение памяти археологии, а именно память федерального значения Одинцовские курганы. Там их много, вот эти курганных групп, а это 11-13 век, там стык племенных групп Вятичей и Кривичей, и вот такие холмы куполообразные, там, где-то большая группа, где-то поменьше, они разбросаны, как вот они где жили, это были сельские кладбища возле их поселений. И Одинцовские курганы, они знаменитые на всю страну и на всю мировую историю. Например, ну, их периодически исследовали археологи штатно и извлекали оттуда материал какой-то, ну, там украшения, там, женские, металлопластика, большая часть этих украшений находится, опять-таки, в музее истории города Москвы на данный момент. А оттуда был извлечен еще костный материал, да, то есть, остатки скелетов вот наших предков, тех самых людей, которые жили на этой территории задолго до нас. И на основании вот этого материала известный антрополог Герасимов Михаил Михайлович воссоздал облик Вятича и Кривичанки. И такие бюсты вот он вылепливал, как бы вот воссоздавал внешний облик. И этот внешний облик, фотографии этих бюстов, они вошли во все учебники истории, во всей стране, как вот славяне выглядели. Вот, пожалуйста, Одинцовские курганы. Если возвращаться к седьмой конференции, что больше всего понравилось, если можно так сказать, слушателям, на какую тему больше всего возникло вопросов? Сложно сказать что-то, выделить одно. Мне вот больше понравился вот сам вот этот дух вот этого сообщества, единение и вот такой исследовательский вот коллектив. То есть, собрались исследователи там разного уровня, на разную тематику, но вот все вот с горящими глазами. То есть, меня всегда впечатляет вот этот жар, когда человек начинает рассказывать вот о своем исследовании, о своем работе, насколько это глубоко через себя пропущено, выстрадано. Вот там такие обороты и такое восприятие очень нестандартное часто. И диву даешься, какие люди у нас молодцы. И хочется о них больше рассказывать. Поэтому мы… онлайн-трансляция, видеосъемка. У нас, кроме там отчетных каких-то клиповых историй интервью, у нас записывается весь контент, то есть, все выступления записываются, потом монтируются отдельные ролики с презентациями. Все это в сети интернет доступно для всеобщего пользования на века, пожалуйста, то есть, на широкую аудиторию. Можно все посмотреть, прочитать и еще пройти по тем объектам, которые рассказывают. Это уже не живое общение, да? Это, так сказать, вот постфактум, но это работает, там масса просмотров, людям это нравится, люди это смоют. Но, конечно, мы всех приглашаем на конференцию, следующий, очевидно, пройдет в марте, где вот именно живое общение с автором исследований, пожалуйста. То есть, там и в кулуарах в перерыве, там все это все такими кучками по интересам, там вот это все кипит, значит, делится опытом, а вот вы знаете, да, а вот вы слышали, а вот у вас там-то, где вы живете, да, серьезно, а скиньте там точку GPS, вот так. То есть, получается, конференция проходит два раза в год, я правильно вас понимаю? Да, мы стараемся держать эту планку два раза за сезон, но какие-то значительные академические мероприятия, конференция, их проводят раз в год, там, долго готовятся, люди сдают тезисы в печатном виде, потом сначала эти тезисы и сдаются, а потом они сдают тексты докладов с иллюстрациями, это выходят в сборники, у нас на это банально, ну, нет таких средств и ресурсов человеческих и технологических. Мы пошли путем информатизации, мы пошли вот этими современными ресурсами, через сеть интернет мы стараемся вот в виде видеороликов распространять информацию. Ну, достаточно таких ресурсов или нет? И достаточно ли времени? Все хорошо в комплексе. Благо у нас в недрах Калавейского общества есть специалисты, кто обладают вот этими компетенциями и способностями по видеосъемке, монтажу, трансляциям. Так сказать, буквально год назад, при поддержке Федерального агентства по работе с молодежью, мы создали специализированную студию фото-видеосъемки «Видеоархив». То есть, она изначально создавалась под проект, мы готовили видеоролики о поисковых исследованиях на тему Великой Отечественной войны, специалисты читали лекции по разным направлениям. И вот уже целый год эта видеостудия работает на весь Одинцовский городской округ, не только на поисковую тематику, на краеведческую, на социальную, и очень много всего было сделано. Я так понимаю, только прошла седьмая конференция, но уже хотелось бы понимать, есть ли заявки на восьмую конференцию, может быть, есть уже тема, которую будет, может быть, вы выделите. Ну, у нас уже есть одна заявка на весну уже, так сказать, человек, который не попал, так сказать, не удален. В регламент, да? Ну, в нашей, так сказать, вакансии, вот, уже, так сказать, составляется программа весенней сессии. То есть, не скажете тему сейчас уже, чтобы понимать. Могу сказать тему, так сказать, это тема археологические исследования на территории парка героев 1812 года в Голицыно. То есть, на другом берегу, соответственно, пруда напротив усадьбы, там создается шикарнейший парк. Вот, слава богу, что парки у нас создаются, растут шерсти и процветают. Вот, там было село, и там проводятся археологические наблюдения с сотрудниками музея, вот, о чем им последует доклад. Очень хорошо, я желаю вам успехов. Спасибо. Это была программа «Специальное интервью». До встречи. Продолжение следует...